Хочу поблагодарить организаторов за возможность выступить и осветить наш опыт, наше видение этого важного вопроса, как состав камня интерпретировать, найти возможность включить вот эту химическую формулу в алгоритм лечения, где ее встроить, в каком месте она должна находиться. Но прежде чем говорить об урологии, я хочу сказать, что есть такая философия, называется нигилизм. Она ставит под сомнение все возможные прописанные истины, в зависимости от того, насколько глубоко мы рассматриваем какой-либо вопрос. Мочекаменная болезнь представляет неуклонный рост. Наши пациенты стремятся к скорейшему выздоровлению. Этот фактор, который влияет на тактику лечения, сейчас все острее и острее. Различная локализация конкрементов, различная форма, различный размер, различный анамнез, различное строение мочеводящих путей и различная классификация различных конкрементов по различным размерам, положениям, рентгенологическим характеристикам. И стоит ли нам прямо на входе, прямо в прямом диалоге с пациентом сразу спрашивать его, может быть, первый вопрос. Нигде у вас камень, ничто у вас болит, а какой у вас камень? Получим ли мы от простого или пациента с анамнезом, уже длительно текущим, четкий ответ на этот вопрос? Не всегда это так происходит. В алгоритмах четко прописаны отношения, те рекомендации, от которых мы будем выбирать тактику лечения пациента. И определение химического состава имеет важнейшее значение. Химических составов, как мы знаем, прекрасно этих формул, элементов достаточно большое количество. И все они могут сочетаться как в едином алгоритме, в исходе в определенную группу оксалатного типа уролитиаза. Или это может быть фосфат, или это может быть мочекислый. Но чаще всего мы будем встречать так называемые смешанные конкременты, которые носят, как правило, основной компонент, это мажорный, и минорные включения. Так мы видим, проводя химическое исследование, это нас подталкивает на выбор тактики лечения. Если возможно проводить медикаментозное лечение, мы будем использовать химолиз. Если это камни твердые, плотные, мы будем направлять на контактные методики. Если это большие или другие плотные, будут также контактные методики. Остальное место остается для дистанционной литотрепсии, опять-таки в зависимости от размера положения. И даже включая алгоритмы проведения дистанционной литотрепсии, мы также имеем возможность предсказать пациенту исход дробления, предположить его положительный результат. Что крайне важно, потому что пациент, как мы говорили, стремится как можно быстрее получить эффективное лечение, как можно более с высоким прогнозируемым результатом. Итак, конкремент. Как же изучить его состав? Ну, казалось бы, тут все гораздо проще, чем можно было бы закончить мою презентацию, выполнив банальную спектроскопию. Но не у каждого пациента в кармане, который приходит к нам в стационар, есть свой конкремент или четкий протокол спектроскопии. Соответственно, мы будем проводить некоторые диагностические процедуры, лабораторные, клинические. То, что доступно нам, ну, в первую очередь, конечно, это ПАЖ-мочи. ПАЖ-мочи позволяет дифференцировать, как инструмент, да, по патогенезу камнеобразования, мочекислые и щелочные конкременты, суточная моча обязательно должна входить в алгоритм обследования таких пациентов, для того, чтобы определить и вот такую, сделать такую навигацию пациента в ту или иную группу кальциевых и некальциевых камней. Но, как мы знаем, все равно так или иначе есть мажорные и минорные компоненты. Они могут так или иначе пересекаться, но эти данные мы все равно, даже если мы четко не соотнесли пациента в какое-то химическое соединение в предхирургическом этапе, тем не менее мы сможем после корректировать с помощью четкой патогенетической терапии пациента направлять в ту или иную нишу терапии, да, ну, используя, опять-таки, регламентированную лекарственную терапию. Методы визуализации. Мы будем применять рентгенологическое исследование и по степени контрастности камня, также это нам может подсказать о составе, но компьютерная томография будет более достоверна. Использование ее необходимо обязательно сочетать с врачами лучевой диагностики, или часто мы сами оцениваем результат с помощью различных навигационных программ. В нашей клинической практике мы используем и 3D-реконструкции, и двухэнергетическую компьютерную томографию, которая с большей достоверностью позволяет определить плотность. Но самое главное и самый удобный инструмент – это диалог с пациентом, в котором есть возможность более четко говорить о тактике, которую мы предлагаем, и четко показать, визуализировать проблему, соотнести ее на графике с той плотностью. Это компьютерная реконструкция, то есть программа автоматически Friendly Kidney Stones, которая позволяет вот таким образом демонстративно показать пациенту вероятный тип, вероятное химическое строение конкремента. На данном слайде вы видите, что камень нижней третьей мочеточника, четко определенный как уратный камень, безусловно, нуждается в эндоскопическом лечении, и существуют четкие показания для химолиза крупного конкремента почки. В данном случае выполнение литотрепсии, выполненная нами литотрепсия, получила негативный результат в связи с высокоплотным оксалатным конкрементом. Благодаря этой программе мы также имеем возможность увидеть, как наше лечение, инвазивное лечение, иногда меняет состав камня, и здесь фосфатное включение на уратном компоненте, мочекислый камень инфицировался. 500 единиц Хансфолда для нас – это критерий, который позволяет с большей ответственностью говорить о том, что мы провели исследование в рамках двухэнергетической томографии, что существуют показания к химолизу, так как эти конкременты вероятнее всего из мочекислой природы. Соответственно, соблюдаются рекомендации по проведению литолиза. И вот вы видите, насколько близко можно подойти к инкременту и увидеть фактически растворение его кристаллической решетки из мочевой кислоты. Но мы не забываем о том, что мочекислый камень, уратный камень не всегда кислый, существует инфекционная уратная составляющая. И здесь нужно относиться, прибегать к лабораторным данным. И принимая весь этот алгоритм, и лабораторный, и диагностический рентгенологический алгоритм, приводя пациента к возможному типу камнеобразования, или подтверждая камень, мы сталкиваемся все с проблемой комплоентности пациента. Насколько ему нужно знать этот состав, насколько важно для него это имеет значение. И здесь хочется привести строчки Вильмара Ослера, который сказал, что намного важнее знать, какой пациент болеет болезнью, нежели какая болезнь у пациента. И, соответственно, можно сделать вывод, что экономически неэффективный фармацевтический нигилизм может сыграть с нами злую шутку. Соответственно, максимальное стремление к патогенетической терапии и к информированию и соблюдению пациентом четкого протокола патогенетической терапии, безусловно, имеет и выгодные результаты и для пациента, и для здравоохранения в целом. Я благодарю за внимание.